КАМАЗ Товарищи, сегодня многотысячный коллектив КАМАЗа празднует новую трудовую победу. Николай Тито. Его вырастил КАМАЗ, чтобы в решающую минуту опереться на него, на таких, как он. Мы с хорошими руками работали безотказно, но мы понимаем, что многое еще надо сделать, чтобы улучшить качество автомобилей. Мы даем свое рабочее слово, сделаем все необходимое. Николаю Титову в числе трех лучших бригадиров предложили перейти на новую нитку-конвейер, чтобы возглавить новые, еще не сложившиеся бригады. Первая очередь была первым этапом. Теперь через преодоление на новую ступень. И завод, и город, и человек. Слово председателя Объединенного правкома КАМАЗа Наилю Фатыховичу Галиулину. Мы находимся на грани создания, сдачи мощностей второго очереди КАМАЗа. Это значит, создаются новые участки, новые производства. Естественно, это поставило задачу создания новых рабочих коллективов на новых рабочих местах. И предложение Николаю Титову возглавить новую бригаду на новой нитке-конвейер, естественно. Кому как не таким, как Николай Титов, возглавлять новые рабочие коллективы. Он вправе согласиться или отказаться. Почему он медлит с выбором? Давно еще в детстве в деревне он заблудился во ржи. Колосьи обступили, шумят. Где она, тропка, по которой нужно бежать? Уже ночью отец на силу отыскал. И за руку вывел на ту единственную тропку во ржи. Мы пытались рассуждать рядом с Титовым, что он потеряет и что обретет. С бригадой новичков потеря в заработке. Если бы это решало, был бы отказ. Зато придет к нему известность, слава. Зачем лукавить? Разве она нежеланна? Вот без всякой скромности не очень. Но вот с разрешения Титова его записки. Мысли бригадира о работе, о бригаде. Вот, давняя запись. О славе. Слава всем нужна, ибо толкает нас на новые подвиги. Это еще Суворов сказал. Славы не хочет тот, кто вообще ничего не хочет. Недвусмысленное заявление. Почему он отрекся от него? Это закономерно. Он в этой бригаде стабилизировался. Здесь чего-то это самое достиг. Вот, на большее он не хочет, потому что начнутся новые волнения, новые там, какие-то потрясения нервные и так далее. Все-таки у нас на конвейере работать тяжело. Вот, уйти в другую бригаду, начинать с нуля. Ведь хорошую бригаду-то ему не дадут. Бригада. Взять новую, значит свою оставить. Вот он, где выбор. Главный конвейер. Здесь соединяется воедино труд всех восьми заводов КАМАЗа, чтобы предстать в облике известной всем машины. По культуре производство у нас было нормально. В конце. То есть после того замечания, когда я сделал где-то в четверг. Субботний день сработали практически неплохо. Ну, в связи с тем, что мы здесь немного не смогли выполнить график. В том отношении, что была нехватка деталей. И поэтому сегодняшняя семена, начиная, намного будет труднее. То есть план надо немного уплотнить. Интересная работа у ребят из бригады ТИТОА. Лучшие бригады Министерства автомобильной промышленности СССР. Наверное, сами они лучше скажут о работе. Но вот анкета. Работа не очень разнообразная. Монотонная, однообразная, монотонная. Не очень разнообразная. Понимаете, этим вопросом занимаются у нас целые институты. На конвейерном метр работа очень это не то, что скучно, а нудная работа. Нудная работа. Человек, на всяком случае, в течение двух недель он привыкает к своей операции, делает он ее просто уже механически, он уже не думает. Бригаде пять лет. Пять лет на конвейере. Социологи и психологи утверждают, не каждый выдержит. Это на заводе знают, и рабочий конвейер всегда может перейти на другое производство. Пока не думаю, пока не думаю, пока не хочу. Пока. Что стоит за этим пока? В ответах звучало имя Титов, Титов, иными словами, незаменим. За что ему такая честь? Я не могу приказывать, допустим, кричать на Сережу, не могу, допустим, на Сашу. Я просто подойду и попрошу. Почему? Потому что я уже об этом говорил, что это молодые люди. Их нельзя на них покрикывать. Им надо помогать. Каждый вновь поступивший рабочий на первых днях своей работы он старается делать больше, и он энергию больше отдает, чем какой-то старый рабочий. Он знает, что я его знаю, что это новичок, и за ним невольно все подсматривает. И он тоже так думает, что на самом деле она есть. И Дитов, может быть, сделает не то, может быть, неловкое движение, и прочее, какой-то смешок там. Знаете, неловкость, он уже что-то там торопится, начинает немного смущаться и прочее. И он старается, и у него не получается. И вдруг у него не получается, он старается, отдает полностью себя для того, чтобы быть хотя бы не полностью наравне со старым рабочим, а хотя бы так примерно, чтобы его не замечали слишком-то в его такой неловкости. И здесь, не дай Бог, крикнешь на него. Просто это рассеешься кнутом. Ну, у него организаторский талант большой. Он может людей зажечь. Вот поговорить с ними так, что они откликнутся на все его просьбы. Любые, даже абсурдные. Ну, честное слово. У меня даже один был пример такой. Нужно было остаться со второй сменой в третью. И вот туда надо было людей, чтобы смену вырвать. И вырвать суточный план. Надо было людей оставить. После второй смены на третью. Желающий практически там ноль, не будет. Я прохожу и так, ну, просто даже не надеясь на успех. И там он еще, организуй пару-три человека. На этот держатель. Он пошел и приводит с собой всю бригаду. Я просто не поверил. Как он им скажет? Ухожу. Я уже переговорил. Ну, просто даже поначалу так шутя. Ну, если не дал вид, а просто так, ну, серьезно, на самом-то, шутя. Подошел к ребятам. Ребята, видимо, на вторую очередь не надо идти. Все-таки там в основном-то, ну, не кульцирный, который не имеет еще опыта и прочее. Ну, надо как-то организовать им и прочее. Вот. Нет, нет, ну, мы пойдем. И Хафизов, и Юзаева, там, и Люба, за чем-то мы оставаться, мы пойдем все вместе. Пойдем с тобой. И вот их аргументы. Особенно. Ну, я не знаю, как в других бригадах, вот, не интересовался, не знаю, они знают ли каждого человека, знают ли. Ну, те кто, например, досконально, буквально знает то, чем дышит. Это к нему, вот, притягивает он, что ли, вот, тянет к нему. Вот сколько раз, вот, бывает, так вот, знаете, про себя обижаешься на что-то, ну, там кто-то что-то не помог, ну, просто это, вот, надуешься. Если вот ко мне вот не подойдет, например, этот, Николай Иванович, не разгонит все эти вот мрачные мысли, у меня так это и останется. Вот подойдет, стоит подойти, я потом уже забываю, как-то работать хочется и... Да, если диток идет, то жалко будет. Ну, во-первых, он, наверное, не уйдет, ему, наверное, самому остыдно будет уходить. Он людей тут организовал, ходил, сколько ей, тем более. Единство бригады. Личное это их дело, внутреннее, две цифры. В цехе сборки 60 бригад. Многие годы стабильны по своему составу три бригады. Куснуддинова, Вареника, Титова. Тех, кого зовет вторая очередь. Маша, там запиши, нету прокладки 115-й, резина УСП. У нас немного есть, но в основном брак. Поэтому постоянно... Там где брызгал, прийти, переведу, что-то. Селенький. Да, мы опять надо. Да, сейчас мы пойдем. Видишь, как все, спокойненько. А то курят мне было. Вас трое и один. Теперь мне пойти нигде. Восходское время, два часа ночи. На маяке информация для тех, кто строит БАМ. Подведены итоги социалистического соревнования за минувший месяц среди проходческих бригад Байкальского тоннеля. Вместе прошли не непростой путь в рабочие. Пока свыклись с гигантом-заводом, с большим городом. Почти все они крестьянские дети, как и сам Титов. А вместе голос на одном стебле. Одним из важных вопросов, который остается решить для... пуска второго главного конвейера. Это вопрос, относящийся прежде всего к автосборочному заводу. Директор автосборочного завода Николай Митрофанович Мещерякову необходимо полностью подготовить и проверить весь контингент, бригад, который комплектует все позиции второго конвейера. Из числа лучших рабочих первого конвейера отобрать бригадиров, провести их в соответствующую подготовку и первыми их направить на пусконаладочные работы... Направить первыми, чтобы в ближайшее время вышли 50 тысяч автомашин. Отсюда, с новой нитки конвейера. Чтобы здесь продолжились традиции передовых бригад. Кто спорит, лучшие бригадиры своим бригадам нужны, а новым необходимы. Ваша специальность? Ну, моя специальность автомобилестроения. Я непосредственно могу работать, ну, именно там, где собирают машину. То есть на автозаводе, на заводе двигателей. По направлению попросился на автосборочный завод. Вы к нам по направлению или самостоятельно? По собственному желанию. А где на автозаводе вы бы хотели работать? На Коммере. На Камазе это обычай. Самим растить смену. Десятиклассники 16-й школы. Их шеф бригада Титова. Где бы хотел работать после окончания школы? Ну, мне нравится работа слесаро-механосборочных работ. Непосредственная профессия на автосборочном заводе. На двигателях. На заводе двигателей. Ну, я бы пошел работать на кузнечный завод. Ну, я бы пошел на автосборочный завод, потому что я там уже работал. На автосборочный. Слесарь, Миканас Борисович, тут работают. Из дневника бригадира. Что мы оставим после себя? Тех, кто продолжит наше дело и природу. А Титов, чье дело продолжил? Он назвал мастера своего из Липецкого ПТУ Знаменского, Николая Васильевича. Интересно, можно ли узнать учителя, зная ученика? Боевой летчик. Путь от Волги до Вены. А после войны ребячий комиссар. Сколько его учеников унесли к своим ученикам? Шутливый его наказ. Будь скромен. Но только не в работе. Не буду себя подхваливать, но я среди группы был, первый ученик у него, среди группы. Что я могу сказать? Он очень трудолюбивый был. У него были тогда еще подмечены такие организаторские способности, поэтому я его ставил бригадиром ученицкой бригады. И он оправдал себя. Он хорошо служил и личным примером. Не просто он указывал, показывал, а брался, как ввозь, засучая рукава, и выполнял ее работу. В этих 17-летних бригада узнает себя. Каждый помнит терпеливость Итова наставника, готовность помочь ученику. Одного не прощал. Небрежно сделанной работы. Строгость она тоже никогда не мешает. Это производство, это не детский сад. И фисюкать, знаешь, это с девочкой можно где-то там фисюкать. Это когда отношения хорошие. А здесь, здесь, здесь в итоге так. Это, я тоже понимаю, производство, производство. И сколько есть план, и план мы должны выполнять. План это есть приказ, а приказ мы должны выполнять в итоге. И здесь взрослые люди. В деталях брак. Незначительный. Но это всегда ЧП. Конвейер так и переводится. Непрерывность. Какой участок я одновался? На что за детство? Не смотри, нельзя. Какой участок я одновался? На что за детство? Какой участок я одновался? Какой участок я одновался? Что это ставить? Брак, брак, ну что? А в итоге где-то бак отскочил по сварке. Так же? Здесь он может не скочить. Деталь, деталь, это бак или хомут топливный. Он мне не скажет. Николай Иванович, не крути мне больше. А то я могу и треснуть в каком-то месте. Он мне это не скажет. Он треснет там, где это, собственно, не нужно было бы. Здесь я могу заменить. А где-то в дороге его никто не заменит. Сами бьемся за то, чтобы его не было. Вы сейчас ставите вопрос так, вроде. Вы специально идете на то, чтобы брак варить. Не надо. Значит, обвинять мы тут можем друг друга. И я еще раз говорю, сколько угодно. Какое мы имеем право? Не доверять, значит, решениям технического бюро. Тот автомобиль, который мы не сдержали производства, но он стоит на стороне, он никому не нужен. Они стоят. Что они ждут? Мы считаем, тот товарный автомобиль, который идет на линии, тот, который уже работает. Вот этот товарный автомобиль. Он не на выставке стоит. А ведь у нас сейчас идет пятилетка качества, пятилетка эффективности. Ну, какая может быть эффективность, если плохое качество? Из дневника Титова. Бригадир должен довести до сознания каждого рабочего конвейера, что он не гайки крутит, а собирает машину КамАЗ, на которую наша страна может опереться в экономическом, а за рубежами нашей Родины и в политическом отношении. Говорит Москва, столица Союза Советских Социалистических Республик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ослабление. Нет, забирать людей-то мы не дадим. Смысл-то какой. Ведь нам нужны новые бригады, хорошие, а не просто перемещение с одного места на другое. А что бы сказал Знаменский, будь он рядом? Я бы сказал Николай Деев. Я даже уверен в этом. Видите, какое дело. Вот в воспитательной работе мы, мастера производственного обучения, самым важным, конечно, мы старались прививать ребятам, это чтобы они были в жизни, шли порядочными людьми, нужными нашему обществу. Я бы ему сказал, конечно, идти нужно обязательно показать пример и помочь в целом производству, помочь освоить эту линию, поскольку он является передовым бригадиром. Нужно. Если не ты, то кто? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сюда, на Мамаев курган, в день 35-летия Великой Победы, привел своих воспитанников Николай Титов. Ученик воина и сын солдата, участника Сталинградской битвы. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Он пойдет. Я в этом не сомневаюсь. Пойдет обязательно. Почему? Потому что ему не безразлична судьба главного конвейера, судьба КамАЗа, авторитета завода, в котором он трудится. И я убежден, что он непременно пойдет на вторую нитку главного конвейера. Волков боятся в лес не ходить. Мы вроде бы дошли до истины и смелости для того, чтобы взяться за это. Чуть-чуть не хватает, то есть толчка, то есть как ныряльщик. Вот стоит около воды, трясется и боится воды. Кто-то подтолкнул немножко и прыгнул, и поплыл. Понимаете? Поддержат ли они зреющее в нем решение? Наводит на мысль. Только не прямо, не в лоб, а как обычно, шутя, вида не подавая. Серьезная минута. Решение принимает бригада. Разговор наш с вами, товарищи, носит характер беседы. Я просил бы высказаться всех вас, бригадиров, членов советов бригад, высказать те мысли, те предложения, которые у вас есть для того, чтобы нам лучше организовать работу второй нитки главного конвейера. Я предлагаю то, что в данный момент надо объединить две нитки в одну бригаду. Единое руководство, чтобы не было, как вот сейчас мы выразились, таких вот трений между первой очереди и второй, чтобы не было перетаскивания деталей, трата времени. И поэтому сейчас считаю, что необходимо, просто нужно для того, чтобы руководство было на первой нитке, на второй единое. То есть вы имеете поперечную бригаду. Вообще, вот в вашем предложении есть рациональное зерно? Ну, я согласен Николаю Ивановичу. Трудно будет на второй нитке, потому что и кадрами трудно будет. И решили уже мы с бригадой, значит, будем помогать на второй нитке, и чтобы работать, значит, совместно. Первая, вторая нитка. Ну, я, в общем, конечно, не за то, чтобы бригадир руководил на двух нитках. Почему? Потому что бригадир не успеет, даже по главе с мастером, обеспечить деталями и всем, чем нужно. Ведь вы сейчас рассматриваете с той точки зрения, что я, например, бригадир, я на этой нитке. Вы говорите, у меня забрать. Нет, нет. Если, например, вы будете бригадир над двумя нитками, вы будете немного по-разному. Нет, вы просто-просто не так. И ту и другую нитку купили. Не так, вы поняли. Месяц прошел два. Если дело в гору пошло, дело в гору пошло. Мы, собственно, приветствуем это. Да, если дело в гору не пошло, мы пересмотрим. Ну, конечно. Жизнь же... Для этого не надо, не потребуется пять лет пересматривать этот вопрос. Также собрались и решили что-то новое. Все в наших руках. Титов из бригады не ушел. Он решил взять под свое начало еще один коллектив. Новичков со второй нитки. Получится у первых бригадиров. Пойдут за ними и остальные. Только очень это непросто. Вырастить два полновесных колоса на одном стебле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok